Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня с вами прекрасный повод встретиться. Во-первых, я хочу вам рассказать о замечательной косметике Makeup Revolution. И я думаю, что по моему макияжу у вас не вызывает это никаких вопросов и никаких сомнений. Я чрезвычайно довольна качеством этой косметики, несмотря на то, что слышала на нее противоречивые отзывы. Сегодня мы с вами рассмотрим вот такую вот палетку, которая называется Kami Kiss of Fire с невероятным просто качеством оттенков, с удивительным подбором, пигментацией и другими свойствами теней. То есть, действительно, они удивительны. И если мы говорим о том, что эта палетка теней достаточно бюджетна, это просто уникальный продукт в своем роде. Тени мы будем наносить на базу от Makeup Revolution, которая называется Prime & Lock. В качестве тональной основы я буду использовать матовую базу в оттенке F1 и консилер из новой линейки Revolution Pro в оттенке C1. И, конечно же, мы поговорим с вами о легендарных хайлайтерах в оттенках Mermaid's Heart and Bleeding Heart. По традиции, в конце этого видео вы увидите свотчи на все те продукты, которыми я пользовалась. И сейчас вы увидите, как я делала этот макияж. Но в этот раз я решила не просто делать макияж, а сделать такую видеоболталку. Болтаюсь и крашусь. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему, в которой сейчас гремит весь YouTube. Вернее, я хочу коснуться этой темы. Конечно же, я говорю о теме конфликта Джеймса Чарльза и Тати. Но о самом конфликте я не хочу говорить. Мне кажется, об этом сделали прекрасные и исчерпывающие видео другие блогеры. В частности, Оля Ред Отом сделала прекрасное видео. Обязательно посмотрите, если вы его не посмотрели. И в этом видео она задала вопрос нам, подписчикам. Считаем ли мы, что русский отечественный YouTube гораздо более лояльный и всепрощающий, чем нежели YouTube американский? Я очень хочу поговорить с вами на эту тему. Мне кажется, что эта тема острая, актуальная. Не только для нас, для блогеров, но и для зрителей. Расскажите, что вам не нравится в российском YouTube и импонирует в американском. И наоборот. А я выскажу вам свое мнение. Но потом я вернусь к вам с итогами. Мы поговорим об этой чудесной косметике. Итак, погнали наших городских. Матбейс оттенок F1. Я уже не буду лукавить. Нанесла этот тональный крем, как обычно я это делаю, на лоб. Давайте я сейчас нанесу его на одну половину лица. У меня, если честно, какой-то дежавю. Потому что этот тональный крем просто как брат-близнец. Похож на тональный крем Ламель, который я вам показывала до этого. И он называется, по-моему, если я не ошибаюсь, точно так же. Матбейс. Вот просто он один в один. Такой же, как крем Ламель. С такими же свойствами. Здесь нам производитель пишет, что он у нас full coverage foundation. То есть полного покрытия. На тональном креме Ламель, по-моему, было написано, что он perfect cover. То есть такой, знаете, расплывчатая формулировка. А здесь уже более конкретная. Вот на одной половине лица у меня сейчас нанесен этот тональный крем. На второй нет. Я бы, наверное, сказала, что он не такой немножко, как Ламель. Он все-таки чуть-чуть, действительно, более кроющий и более плотный. Но по своим остальным всем качествам они очень похожи. В частности, по тому, как у меня блестит лоб. То есть прошло где-то, опять же, часа два с момента нанесения. Не могу сказать, что этот крем особо матирует. Хотя, конечно, он и не увлажняет. Это совершенно сто процентов. То есть даже мы его сравниваем с тональным кремом ИНАФ, который я недавно показывала, тот сияет очень сильно. Но он заявлен как увлажняющий. Этот, по крайней мере, не сияет. Но какого-то особого мотирования я не вижу. Но кроющая его способность и то, как он выглядит на коже, мне нравится. То есть очевидно, что вот эта половина лица выглядит гораздо более ровной и здоровой, чем вот эта. Но никакой сверхъестественной кроющей способности у него нет. Но для бюджетного тонального крема он весьма неплох. Трудно дать этому тональному крему оценку. Нужно посмотреть, как он будет вести себя в течение дня. Давайте я покажу вам вот этот вот консилер. Я этот консилер тестировала уже очень долго. На самом деле, это не мое первое впечатление. Сейчас я не могла удержаться. Консилер это моя слабость. У меня оттенок C1. Первое, что я хочу вам сказать, это то, что этот консилер слишком светлый для меня. То есть у меня самый светлый тональный крем F1, он мне подошел. И самый светлый консилер C1, и он слишком светлый. Надеюсь, сейчас на камере это будет видно. Видите, он ложится прям белым таким пятном. Он очень плотный. Просто очень плотный. На самом деле, я сейчас нанесла очень много. И не знаю, куда это буду девать, потому что его нужно микрокаплю. У него суперкроющая способность. Он реально очень хорошо перекрывает синяки. Он хорошо усаживается. Он дает такой влажный блеск на коже. И в некоторых видео вы у меня спрашивали, Ксения, что это так приятно блестит под глазами. Вот это был именно он. Только я его смешиваю с более темным консилером. Или накладываю сверху более темный консилер. Потому что этот оттенок слишком светлый для меня. Посмотрите, у меня просто белые круги сейчас под глазами. Что касается свойств этого консилера, то он правда очень хорош. И я обязательно буду повторять этот консилер в более темном оттенке. Потому что он мне правда очень понравился. То есть, если даже сейчас мы с вами не смотрим на цвет, посмотрите на кроющую способность. Посмотрите на разницу здесь и здесь. Я припудрилась пудрой Понс, потому что пудры от Makeup Revolution у нас сегодня нет. Консилером Нарс воспользовалась для того, чтобы замаскировать свои особо проблемные места. И также я сделала контурик с помощью палетки Ламель, которую я вам показывала в прошлом видео. Кто не видел, обязательно загляните, посмотрите. Потому что я была просто в шоке, в приятном от качества этой косметики. Давайте перейдем к самому интересному. Во всех смыслах этого слова мы будем наносить тени. Перед этим я нанесу праймер от Makeup Revolution, который называется Prime & Lock. Кисточка, которой можно, мне кажется, убить человека. То есть, она просто гигантская. Который, конечно же, наносит слишком много продукта. По-другому, по-моему, не может быть. Праймер, насколько я вижу, имеет свойство маскировать. То есть, у него есть какая-то степень покрытия. Если у вас мелкие капилляры, какие-то пятнышки, неровный тон кожи, он точно замаскирует. Потому что у него есть такое свойство. Он достаточно жидкий. Немножко даже такой липковатый этот праймер. И он увлажняет века. То есть, он не подсушивающий, как, например, праймер от NARS. И, конечно же, чудеснейшая просто палетка Makeup Revolution. Она выглядит такой многообещающей, такой красивой. Вы только посмотрите на эти оттенки. Это просто, это вообще. Яркие и такие сочные, и такие пигментированные. Они были на свочах. Давайте скорее чего-нибудь придумывать на глазах. И болтать с вами про всю эту ситуацию с Джеймсом Чарльзом и Тати. Нисколько даже про эту ситуацию, сколько про то, что поднялось вокруг этой ситуации. Что я по этому поводу думаю. Многие из вас, наверное, знают про этот конфликт Джеймса Чарльза и Тати. Сейчас об этом гремит весь интернет. И, в частности, Оля Рэдалтон задала вопрос своим подписчикам. Считаем ли мы, что российский YouTube слишком гуманный и всепрощающий в пику американскому YouTube, где правила гораздо более суровые. Здесь нужно говорить о том, что вообще российский YouTube и американский YouTube это разные вещи. И российский менталитет, и американский менталитет это совершенно разные вещи. Для американцев YouTube, и это совершенно оправданно, это бизнес. В бизнесе есть свои законы, своя этика. Джеймс эти законы нарушил, за что и был порицаем. То есть его человеческие качества и вся эта история с сексуальным харассментом и преследованием гетеросексуальных мужчин, она вторична. Первично то, что он нарушил законы этого YouTube-сообщества и им же был наказан. То есть он потерял огромное количество своей аудитории. Для американцев YouTube это бизнес, и они платят и наказывают рублем. Это очень коммерческие отношения, это бизнес-отношения. Зритель платит блогеру своими просмотрами, своими комментариями, своими лайками, просмотром рекламы и так далее. Это сугубо такие коммерческие, пусть даже не договорные отношения. Если зрителю что-то не нравится, он об этом заявляет, он это декларирует, он отписывается или он подвергает это всеобщему обсуждению, это абсолютно нормально. В этом плане, конечно, российский зритель гораздо более гуманный, потому что в понимании российского зрителя YouTube это не бизнес. И у нас до сих пор смеются над блогерами, осмеивают блогеров. Сколько комментариев на просторах российского интернета можно встретить касательно того, что блогер это не профессия, что только одни блогеры считают, что они работают, никто это в профессии не считает и так далее. Какого порицания заслуживают блогеры, в том числе и я, за то, что мы размещаем, вставляем рекламу в свои видео, рекламные паузы. Это действительно вызывает волну негатива, потому что наш народ, он очень интересный, он очень сострадательный. Мы склонны к эмпатии, мы снимем с себя рубаху реально, когда нашему ближнему плохо. Мы очень сострадательны и всегда рядом с тем, кто находится в беде. Но наши люди не прощают другому человеку одно, они не прощают успех, особенно если этот успех сопряжен с финансовым успехом. То есть как только ты начинаешь зарабатывать, как только ты транслируешь успех, ты автоматически выпадаешь из числа любимцев. То есть люди с гораздо большей вероятностью пойдут тебе навстречу, если ты сидишь перед экраном в рубище, плачешь, далеко за премьером ходить не надо. Вот все тот же Антон с Уворкин, со своими пьяными монологами, с соплями до пупа, вообще со всеми вот этими историями, которые вокруг него. И по поводу каких-то там некрасиво грязных историй с животными, с нацизмом, еще с чем-то, еще с чем-то. То есть, конечно, на американском ютубе он бы с такими историями бы никуда не вырос, его бы очень быстро бы захейтили. У нас его популярность растет как на дрожжах. Чем больше он плащет, плакал, во всяком случае, не знаю, что там сейчас у него происходит, чем больше у него бед, неурядец в жизни, по-моему, у него там опять что-то случилось, тем больше наши люди испытывают к нему эмпатии. И это просто пример, я не говорю сейчас именно об Антоне, и не хочу давать этому оценку неплохую, хорошую. Это тенденция нашего ютуба, нашего общества, пусть это будет так, каждый делает свою работу. В то время как другой блогер, например, Робина Гудина, пока она была простой девочкой из народа, пока она не достигла того финансового успеха, которого она достигла, она была очень популярна. Сейчас, я очень давно не была на ее канале, но то, что я видела последний раз, это ужасно. На нее вываливается такое количество негатива, критики, осуждения просто на ровном месте, она как бельмо у людей на глазу. То есть совершенно очевидно, что людей очень раздражает то, что у Робина Гудина стала финансово успешна, что она переехала в Москву, что изменился ее социальный и финансовый статус. Людей это невероятно раздражает. Как так? Ты девочка из народа, простая, вот такая же, как я, и ты достигла такого успеха совершенно, казалось бы, на такой работе, которая не требует пота и крови, ты не хирург, ты не шахтер, какого хрена вообще ты зарабатываешь? Люди не прощают другим людям успеха, заработка, и неважно, каким путем они этого успеха достигли. Поговорка о том, что настоящий друг познается не в беде, а в радости, очень применима к нашим людям. Потому что, еще раз повторюсь, сострадать и реально жертвовать очень многим ради того, кому плохо, наши люди номер один. А быть номером один и искренне порадоваться за того человека, который достиг успеха, мы не можем. Меня больше во всей этой истории поразили суммы, которые озвучивались Тати в процессе этого разговора, сколько получают американские блогеры за свою деятельность. Я еще раз задумалась над тем, насколько далеки вообще российский YouTube, ну, не российский YouTube, неправильно я говорю, да, российский сегмент YouTube от американского. Мы находимся на стадии развития каких-то варваров по отношению к американскому YouTube. То есть, американский YouTube это такая цивилизация. Наш YouTube это пока что какие-то дремучие дебри, первобытное общество и варварство. Потому что наши люди по-прежнему обращают очень много внимания на саму личность. Чем ты более необычный, чем ты более похож на фрика, тем больше успех тебя ждет. При этом российское общество совершенно, у российских людей в голове нет связи между YouTube и заработком. То есть, ты сиди, говорящая голова, ты там что-то рассказывай, но платить мы тебе не готовы. Причем не готовы платить не сами зрители, и они всячески это декларируют путем того, что порицают тебя за вставленную рекламу, порицают тебя за то, что ты берешь продукты на обзор. Говорят о том, что ты продался за баночку, за баночку крема я имею ввиду. Магазины не готовы платить совершенно. То есть, у нас очень распространены бартеры, коммерческие рассылки. Но как только ты говоришь о том, что извините, мне ваш бренд совершенно не интересен, никакой ценности в баночках я не вижу. Если вы хотите, чтобы я протестировала на себе ваш бренд и рассказала о нем свое честное мнение, платите, люди сразу пропадают. При том, что я, например, я называю весьма условные, скромные цифры, которые бы просто окупили потраченное мной время на это видео, например. То есть, наши люди не готовы платить. У нас нет никакой коммерческой основы пока что под ютюбом. Она только зарождается. Тот же самый Джеймс Чарльз, он долларовый миллионер в свои 19 лет. Российский ютюб очень сильно отличается от американского не только в этом. На американском ютюбе, например, считается, что, я об этом рассказывала очень интересно, Ленский бьюти, что макияж это способ самовыражения. На американском ютюбе, в общем-то, не принято обсуждать макияж другого человека, рекомендовать ему что-то, осуждать его за его макияж, говорить ему, что идет, а что не идет. Потому что на меня, например, задолбали с верхним и нижним веком, и я просто добавила все, что касается этого вопроса в стоп-слова, чтобы просто регулярно не чистить перечень своих комментариев, вот этот бесконечный, от этих комментариев. Теперь автоматически все комментарии, касающиеся нижнего века, улетают в спам, и я со спокойной душой читаю комментарии, потому что каждый второй комментарий был о том, что мне нужно делать, что мне не нужно делать, что мне идет, что мне не идет. В американском ютюбе такого нет. Ты автор, ты креативщик, ты сам придумываешь, и ты сам знаешь, как тебе выглядеть. И другие люди тебе не дают советов. Я видела одного блогера, меня это потрясло. Она сидела все видео свое с отклеившейся ресницей, накладными ресницами, причем они так сильно у нее отклеились, у нее реально просто ресница задралась, и вот так вот перекрывала половину века. И я думаю, во-первых, меня удивило то, что она выложила это видео, потому что, мне кажется, российский блогер бы не выложил такое видео. И больше всего меня удивило то, что под этим видео не было комментариев, что это у тебя на глазу, что нельзя было переснять, руки кривые, наклеила там, что у нас бы это все. Все комментарии под видео были бы посвящены этим отклеившимся ресницам. Меня тогда, я помню, очень поразила вот эта вот разница в менталитете. Поэтому, возвращаясь к вопросу Оли Редотом, наш YouTube в чем-то все прощающий. Он прощает тебе недостойное, непристойное поведение в кадре, он может простить тебе какую-то скабрезность, пошлость. Наш YouTube до сих пор прощает, что, кстати, очень хорошо демонстрирует то, что люди действительно не понимают, что отношения между блогером и зрителем, они коммерческие. Наш зритель может простить блогеру зачастую некачественный обзор, потому что некоторые блогеры, причем этим грешат даже очень известные крупные блогеры, и даже, скорее всего, они прежде всего, потому что в том обилии косметических средств, особенно средств по уходу, они просто не успевают все попробовать. Например, очень распространены случаи, и это просто сплошь и рядом, когда блогер показывает в кадре баночку и говорит, я пользуюсь этим уже месяц, мне так нравится, при этом баночка прозрачная, и видно по количеству израсходованного, что, дай бог, эта баночка просто почата, понимаете, не то, чтобы там она, он месяц ей пользовался, спасибо, если открыл. И по описанию некоторых продуктов, я вижу, что блогер даже не открывал, у него не было времени или желания просто открыть эту баночку и протестировать как минимум текстуру этого средства, потому что, потому что он описывает, я понимаю, что это не имеет ничего общего с тем, что находится внутри, это раз. Второе, помните, скандал был, по-моему, с Кайли или с кем-то, когда они тестировали хайлайтеры на руке, и скандал был связан с тем, что когда Кайли касается кожи, по-моему, это была Кайли, там сделан монтаж, то есть по факту она не наносит на кожу это средство, эти сводчи приготовлены, смонтированы заранее, и они выглядят гораздо лучше, чем то, что бы было, если бы Кайли действительно их наносила в прямом эфире. И американское сообщество набросилось на нее за это, это обсуждалось, был большой скандал. У нас чего только не делают. И сколько раз я вижу, что девочки-блогеры, такие же небольшие, как я, получают такие же пиар-рассылки, как и я. И если я говорю в кадре о том, что мне это прислали на обзор, и стараюсь сделать свое мнение максимально честным, то те девочки зачем-то говорят, что они это купили. Потому что, да не зачем-то, а понятно зачем, потому что для российского человека, опять же, все по тем же причинам, о котором я говорю, имеет принципиальное значение. Получил ты это в подарок, как пиар-рассылку, или ты это купил за свои деньги. Потому что наши люди считают, что ты продашься за банку с кремом, или за палетку с тенями, и твое мнение будет искаженным, это как-то повлияет на тебя. И это опять же порицается. То есть любой успех, любой доход, он порицается. То есть лучше, чтобы ты истратил себе свои деньги, тебе не хватало на еду, но ты тестировал косметику. Это вызовет у всех восторг и уважение. А если тебе прислали что-то на обзор, а еще хлеще, если тебе заплатили за твою работу, это нет, нельзя. Российским ютубам это не принимается. Психология бедности у нас процветает пышным цветом. Это все оттуда. В России быть богатым, это плохо. Посмотрите, и может быть вы сами так делаете, что говорят люди, когда, например, едет женщина на дорогой иномарке. Я думаю, вы знаете это слово, про что говорят. Поэтому я считаю, у нас пока пройдет время, и люди начнут действительно строить такие, в каком-то смысле, в хорошем смысле, товарно-денежные, рыночные отношения с блогером, когда действительно потребитель будет, зритель будет требователен именно к контенту. Он не будет позволять себя обманывать в кадре, а не придираться к тому, что блогер зарабатывает, и бесконечно спорить на эту тему. Тогда у нас тоже будут вспыхивать такие скандалы, как с Джеймсом Чарльзом, который некрасиво поступил в себя в этом сообществе, предал своего ментора, своего бизнес-наставника в первую очередь. Если говорить о тенях, а прежде всего это видео о косметике, я поражена, я не знаю, насколько вы видите вообще то, что сейчас происходит, но я просто поражена качеством этих теней, их пигментацией, сочностью оттенков, и то, как они ведут себя на глазах. Они идеально тушуются, идеально наслаиваются, нет никаких проплешин, просто вау! Я, честно говоря, поражена качеством этих теней, и тем, что вообще я сейчас вижу. Я обещала дать второй шанс подводке от Lamelle, потому что подводки от Makeup Revolution у нас нет. Давайте это сделаем. Ну, что и требовалось доказать, не на металлизированных тенях подводка рисует нормально. Так что и подводку мы реабилитировали. Туши от Makeup Revolution у нас тоже нет, поэтому у нас будет другая Lamelle из предыдущего видео. Поэтому, что я хочу сказать всем этим своим монологам. Я считаю, что разгоревшаяся драма на Ютубе между Тати и Джеймсом, это именно бизнес-драма, а все остальное это вторично. Тем более, что многие вещи не имели эффекта разорвавшейся бомбы. Я имею в виду его вот эти сексуальные пристрастия и так далее. Как оказывается, сейчас это было общеизвестно. Соответственно, здесь дело совершенно в другом. И американское сообщество не простило многого Джеймсу и другим блогерам именно по этой причине, причине коммерческих отношений. То есть это как покупка товара в магазине. Ты приходишь в магазин за обувью, ты поносил ее, у нее стала отклеиваться подошва, ты вернул ее в магазин. Здесь то же самое. И опять же, нужно понимать, что это все про деньги. Я никогда не поверю, что такие гиганты в бизнесе, как Тати и ее муж, да и даже тот же самый Джеймс, люди, которые умеют зарабатывать большие деньги, у меня всегда как-то они ассоциируются с находчивостью, предприимчивостью, интеллектом. Что они не отдают отчет своим действиям, я не поверю никогда. Вполне возможно, что вся эта интрига, она была спланирована заранее. То есть, возможно, они ожидали, что это принесет им обоим какой-то определенный результат. Но получилось немножко по-другому. Это стало приносить бонусы Тати, как показывает практика, сейчас, по крайней мере, на сегодняшний день для Джеймса это критично. Опять же, мы не знаем развития событий. Может быть, потом будет громкое примирение, и Джеймс получит еще в два раза больше подписчиков, чем сейчас у него. Поэтому здесь тоже не нужно так прям в это углубляться. Мне кажется, там, где большие деньги, там не все так просто. Наконец-то я повторила макияж Наталины, трансуха на выгуле. А то у меня все как-то скромненько. У нас с вами остался хайлайтер румяна, который называется Bleeding Heart, то есть кровоточащее сердце. Это, по идее, запеченный хайлайтер. Здесь так и написано, Bake It Highlighter. Но, конечно, как хайлайтер, на моем тоне кожи это невозможно использовать. Я думаю, что для меня это будут румяна. Сейчас мы это попробуем дело. Ну да. Но они очень сверкают, конечно. Прямо очень-очень. И у нас с вами есть вот такой вот хайлайтер, который называется Mermaid Heart, то есть сердце русалки. Русалочье сердце, по-моему, это переводится. Невероятной красоты. Причем каждый сегмент этого хайлайтера можно использовать отдельно, и это может быть тенями. Но я попробую это сегодня использовать все вместе, как хайлайтер. У всех продуктов очень высокая пигментация. Очень высокая пигментация. Прикол этого хайлайтера в том, что я пытаюсь смешать оттенки, но они, видимо, смешиваются все как-то по-разному. И у меня на лице разные цвета. На губе сейчас более золотистый. Вот здесь хайлайтер более синеватый. Вот здесь более розоватый. То есть выглядит это здорово. Это действительно переливается прям разными-разными-разными цветами. Помады у нас нет от Makeup Revolution, но я думаю, обязательно появится, судя по тому, насколько я впечатлилась этим брендом. Давайте попробуем сегодня тогда новинку от Maybelline. Это помада матовая в 382-м оттенке, которая называется Red For Me. То есть красный для меня. Точно будет трансуха на выборе. Ура! Конечно, с таким ярким макияжем глаз нужно было помаду поскромней, но поскромнее у меня из этой коллекции нет. Что касается самой помады, слушайте, так она крутая. Она очень пигментированная, такая сочная, яркая, с приятным покрытием. Какие хорошие штуки я нахожу в последнее время. Вот такой вот макияж у меня получился. Что касается звезды этого обзора, палетки Ками или Кэми, как вы понимаете, я в невероятном восторге. Я действительно считаю, что пигментация этих теней, умопомрачительное, качество, тушевка, то, как они работают, как они наслаиваются, это просто, это достойно всяческих похвал. Уникальные, удивительные оттенки. Здесь можно создать и такой достаточно повседневный макияж, хотя, конечно, тени очень яркие. И, конечно, хайлайтер, и хайлайтер, который сейчас у меня в уголке глаз, он просто сияет, его видно из космоса. Удивительное качество продуктов. Что касается тональной основы, не могу сказать про нее ничего плохого. Опять же, крепкий середнячок. Она какими-то сверх характеристиками не обладает, но она весьма и весьма неплохая. Меня впечатлил консилер из линейки Revolution Pro. У меня это оттенок C1. Мне очень понравились его характеристики. Как я вам уже говорила, я действительно долго им пользовалась. Мне кажется, как я получила, я сразу же открыла первым именно его, потому что консилер – это моя слабость, и я бы даже сказала, моя суровая необходимость. Поэтому я тестирую их в первую очередь. Мне очень понравились свойства этого консилера. Единственное, что мне не подошел цвет, но я обязательно приобрету себе более темный оттенок. Идеально маскирующий консилер. Не проваливается в морщины, не подчеркивает текстуру кожи. Прекрасно наслаивается. Очень экономный, очень удобный, приятная, пластичная такая, плотная текстура. Он хорошо припудривается. Без припудривания он дает такой влажный финиш под глазами. Потрясающий консилер. Мне он очень понравился. База под макияж, который называется Revolution Prime & Lock. Не знаю, почему ее так много, но хватит ее явно мне очень и очень надолго. Не могу сказать, что у этой базы есть какие-то удивительные характеристики, но макияж, однозначно, который мы видим сегодня, лег на нее хорошо. Он не осыпается, он не скатывается, он ведет себя прекрасно. Интересно будет попробовать эту базу с другими тенями. Ну и, конечно, два вот этих вот сердечка Bleeding Heart and Mermaid's Heart. Потрясающие два хайлайтера. Вот этот вот хайлайтер, конечно же, я использовала как румяна, вот эти по прямому назначению как хайлайтер, но на самом деле эти можно использовать румяна как хайлайтер, а вот этот хайлайтер как тени, потому что здесь много разноцветных и причем достаточно пигментированных пигментов. Косметикам Makeup Revolution часто подвергается порицанию. Люди говорят, что она копирует другие бренды. Наверное, так оно и есть, потому что, насколько я помню, создателями и первопроходцами таких вот, например, сердечек были Too Faced. Если я не права, поправьте меня. Есть у них также и много других клонов популярных продуктов, но то, что я попробовала сегодня, мне кажется, это достаточно уникальные продукты, особенно если я говорю о палетке. Я не знаю, какую палетку копировали Revolution. Мне кажется, они создали свой оригинальный и весьма удачный продукт. Покупала я косметику Makeup Revolution у нас здесь, в России, в Петербурге, у нас здесь есть такой магазин Beauty For You. Он, конечно же, рассылает по всей России. Я с этим магазином знакома очень-очень давно, потому что Beauty For You это был первый магазин, который официально привез кисти Sigma в Россию. И я покупала кисти Sigma именно в этом магазине. Этот магазин был первым, кто привез косметику NYX. И когда NYX не было еще нигде, я покупала NYX именно в этом магазине. Мне кажется, первый раз я познакомилась с этим магазином лет шесть назад. И получается, до сих пор, являясь его преданным клиентом, решила зайти на сайт, посмотреть, что там нового. И просто обалдела от выбора косметики Makeup Revolution. Там действительно разбегаются глаза. И, конечно, хотелось купить все. И несмотря на то, что эта косметика достаточно бюджетная, и сейчас действует промокод весенний на скидку, все равно покупка, если купить очень много косметики, получится достаточно внушительный. Поэтому я думаю, что я еще вернусь в этот магазин, потому что мне очень хочется попробовать и другие продукты Makeup Revolution. Выбор в этом магазине позволяет это сделать. Я устала листать, просто, знаете, нажимать на эти страницы, перелистывая, потому что там гигантский выбор. И я считаю, достаточно приятные цены. А во всяком случае, мне показалось, что в золотом яблоке цены выше, например, на этот бренд. Расскажите, как вы относитесь к бренду Makeup Revolution. Это первое, что я хочу от вас услышать. И второе, я буду рада, если вы вступите в эту дискуссию относительно того, что происходит сейчас с Татей и Джеймсом Чарльзом. Верите ли вы в этот конфликт как таковой? Разделяете ли вы мое мнение о том, что это бизнес-конфликт, что здесь не все так просто и не нужно принимать так все близко к сердцу? И также я буду рада, если вы порассуждаете вместе со мной относительно разницы между нашим Ютубом и американским Ютубом. То, с чего мы с вами начинали. Считаете ли вы, что наша аудитория пока что не готова к тому контенту и к тем отношениям между зрителем и блогером, какие есть на американском Ютубе? Особенно мне будет интересно послушать ваше мнение, если вы блогер. Спасибо за то, что были со мной. Всего хорошего. Пока-пока.